Всем привет! Спасибо тем, кто отправил на почту свои постройки. Сегодня я снова сделаю видео по некоторым из них. Ребята, большая просьба, когда делаете запись ролика, обратите внимание на звук и на видео. Ваши ролики с плохим качеством звука я не могу выкладывать на канал. Большое спасибо всем тем, кто отправляет свои постройки в мой eScore сервер и на почту. Я их всех смотрю и лучшие из них обязательно покажу на своем канале. Итак, начинаем! Это один из самых дорогих бункеров России. Давайте зайдем в него. Нас встречает очень длинный коридор. Заходим в него, закрываем за свою дверь. И, как мы видим, там впереди еще дверь. Сначала откроем эту. И вот, как мы видим, тут очень много дверей. Давайте начнем с левой. Это комната для сдачи анализа. Тут есть колба, ручка и тетрадь. Ну, или журнал. Давайте теперь пойдем в правую комнату, если ее можно так назвать. Это у нас туалет. Это у нас раковина. Это у нас кран. И вот сам туалет. Он черный. Но, к сожалению, у богатых людей не хватило бюджета на этот туалет. План должен быть металлический. Ну что ж, давайте зайдем. Внутри нет ничего необычного. Обычный унитаз, прям как в самолете или в поезде. Можно на него сесть. Пойдемте дальше. Самая главная комната. Это жилая. Давайте зайдем в него. Вот, нас встречает в кухне. Это плита. Это ножовница, если ее так можно назвать. Это кофейная машина. А это у нас печка. Тут у нас стол, на котором можно есть. Тут у нас стул. Второй стул. И тут детская комната. Давайте зайдем в нее. Тут ничего нет особенного. Две кровати. Детская комната. Тут нам встречают три игрушки на полке. И еще много в этих сундучках. Также нас встречают тут разноцветный пол. Давайте зайдем в спальню. Тут есть большая кровать. Двухместная. И телевизор. Ну, на этом все. Пока. Всем привет. И у меня вот такой вот автобус. По внешнему виду он вообще очень плохо выглядит. Однако я не старалась его взять более красиво. А старалась взять вот такой вот механизм. С помощью него можно воровать всю людей. Так, где тут стоит. Тут две кнопочки, которые отвечают за открытие двери. И выпускание вот этого вот человечка. То есть ты вот сейчас кому-то подъедешь. Опа. Ты вот так вот кому-то подъезжаешь. Ну, вот так вот я на себе покажу. Вот так вот кому-то подъезжаешь. Нажимаешь эти две кнопочки. И сразу вот так вот этот человечек может словить какого-то игрока. Также он с помощью сервопривода управляется вправо-влево вот так вот. На этом все. Привет подписчикам УФА. Сегодня я покажу свой вертолет зомби-апокалипсиса. Надеюсь, вам понравится. Этот вертолет я делал два дня. Он умеет стрелять из пулемета и летать. В будущем сделаю бомбу, которую можно скидывать на противников. Привет. И это моя SCP-база. Тут есть вот такие ворота, чтобы сюда заезжали машины с SCP-агентами. С новыми сотрудниками SCP. Либо с новыми SCP. Тут есть вот такая дверь. И тут сидит охранник SCP, который охраняет, чтобы сюда никто дружей не зашел. И тут есть охрана. Есть вот такая пушка, которой можно выстрелить. В ней стоит много пушек, и они стреляют много патронами. Но это не всегда. Я вот эти тыквы не убирал, потому что я строил ее в Хэллоуину. И начал достраивать только сегодня. Но я ее еще не достроил. Если сюда выйти, то тут есть защита. И тут есть. А если нажать сюда, то будет рвать только одна пушка, потому что я не смог подключить муну. Ну и сейчас мы пойдем в самое интересное. Это бункер. Блин. У нас тут есть рычаг, который можно... Который не... И его не так легко заметить, но можно заметить. Вот так, конечно, его видно. И тут есть вот такой вот лифт. Просто. Простенький. Но вот тут он начинает открыться красивый бункер уже. Тут просто такая комната с лифтом. Мы открываем, и тут начинается самое красивое. Тут есть SCP-статуя. Но я ее показывать не хочу, она смешная получилась. Тут есть SCP-фон. Сотрудники SCP-фонят. У них тут оружие и снотворное. Тут у нас есть комната с электричеством. Тут у нас есть вот такой вот кристалл. Ну, который и поле вот это вот. И из него типа делают электричество. Вот такой вот генератор есть. И есть вот такая вот дверь. С этой дверью... Есть еще одна дверь. А за этой дверью я уже не построил. А буду только строить SCP. Потому что вот это вот именно я строил сегодня. Я просто в Хэллоуин не хотел строить. Я просто проходил боссов много раз. О, это здесь. Абсолютно. Абсолютно. Продолжение следует...